В Кормиловском районе наркополицейские задержали двух драгдилеров с крупной партией синтетики. 25 и 27-летние амичи привезли зелье из Новосибирска для распространения его в Омской области. Когда ехали по трассе, то есть уже подъезжали к Омску, то есть он поехал в лес. Поехал в лес и все, он там вышел в лес. Я сидел в машине. Он там что-то пошел с лопатой. С одной лопатой? С лопатой и с мешком. Во время осмотра машины полицейские обнаружили свертки с курительными смесями, амфетамином и гашишем. Свою причастность к найденным наркотикам водитель и пассажир отрицали. Вы сейчас пояснили, что вы это трогали, но вам не принадлежит. Когда, при каких обстоятельствах вы трогали этот сверток? В Новосибирске нашел, крутил в руках и все. И положили? Я туда ничто не вложил. В лесу вблизи села Сосновка оперативники нашли еще два тайника с пакетами. В них содержалось 9 килограммов так называемой соли. После такой находки задержанным отпираться уже было бессмысленно. Антон полностью оговаривает меня. Полностью оговаривает? То есть вы ничего не закопали? Я помогал ему. Что делать? Помогали что делать? Я довез его до Новосибирска и обратно. Что он забирал, я не знал. Наркоторговцы официально были трудоустроены. Чтобы быстрее разбогатеть, молодые люди вступили в межрегиональную группировку. Позднее они сознались, что сделали еще одну закладку в Омске. В ходе проверки информация подтвердилась. В ходе проведения оперативно-следственных действий с задержанными было установлено, что перед выездом город Новосибирск указанные лица, также в одном из тайников, расположенном вблизи улицы 10 лет Октября, в районе БАУ-центра города Омска, также спрятали наркотическое средство Абапинака, которое готовили с целью последующего сбыта. Данное средство наркотическое было изъято. Вес этого наркотического средства составляет около 340 граммов. Дожидаться суда драгдилеры будут в СИЗО. За покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере им грозит пожизненное лишение свободы. В Омске возбуждено уголовное дело по факту взрыва в 8-квартирном доме на улице 1-я Тепловозная. В результате происшествия погиб один человек, а еще шестеро получили травмы. Предположительно, виновником брушения дома стал сам погибший. Соседи почувствовали запах газа и вызвали аварийную службу. На место прибыли сотрудники Омск Горгаза и сразу же отключили дом от подачи. Жители эвакуировали и установили квартиру, откуда исходил запах. Хозяин жилья не открывал входную дверь, поясняя, что у него все в порядке. На место ЧП вызвали участкового. Общими усилиями они достучались до мужчины. Когда он открыл дверь, сотрудники газовой службы прошли в квартиру, то они увидели, что действительно наблюдается утечка газа. Запах газа присутствовал в комнате. Открыто на газовой плите вентиле и соединен шланг. Они открыли окна для того, чтобы проветрить помещение. В это время мужчина находился вместе с участковым сотрудником полиции и неоднократно высказывал мысль о том, что ему необходимо закурить. В какой-то момент он чертнул зажигалкой. После чего произошло воспламенение остатков газовой смеси. Взрыв разрушил две квартиры на втором этаже и одну на первом. Сам дебошир погиб под завалами. Ожоги и травмы получили сотрудники газовой службы, полицейский, сожительница погибшего и пожилая женщина из соседней квартиры. Местные жители рассказывают, что виновник происшествия уже долгое время докучал всем соседям. А он тюремщик, да? Ну да, он пил. Сидел, пил, наркоманил. Ну и вот решил, наверное, не знаю, может с собой покончить, может, что я. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В газовой службе, которая обслуживает дом, изъята техническая документация. Также следствием отрабатываются версии о неосторожном обращении с огнем и попытка самоубийства. В Кировском округе Омска рыбак поймал в РТШ труп мужчины. Следователи в течение суток установили личность погибшего, а позже задержали убийцу. Оба оказались без определенного места жительства. Подозреваемый рассказал, что во время застолья в квартире их общего знакомого потерпевший вдруг начал кидаться на собутыльников с угрозами. Товарищи попытались его успокоить, но гость не унимался. Тогда задержанный вспомнил, как дебошир несколько лет назад ранил его ножом и в испуге решил защищаться. Здесь сидит он вот так. Вот так сидит он. А эта рука у него вот сюда лезет. Конечно, видно, как он туда лезет за ножом. Ну, а я вот, не думая тоже от страха, взял и употкнул его один раз. Позже воткнул, бить начал. Мужчина заметил, что потерпевший перестал дышать и попросил товарища помочь ему вынести труп на балкон. Палаш постелили, а его на этот край. И вот так начали закручивать. Вот в этот палаш? Нет, в другой. Скрутили, завязали. И вот так его потом посадили. Вот так мы сидим. Внутри палаша завязываем. Ждали, пока стимулся нет. Для чего ждали? Ну, чтобы его пойти выкинуть. А зачем только выкинуть? Ну, а куда его девать? Погибшего товарища оттащили к реке и бросили в коллектор. В надежде на то, что искать бродягу никто не будет. Но тело проплыло полтора километра и труп прибило к берегу, где его обнаружил пришедший порыбачить амич. По данному факту следственным отделом по Кировскому округу было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, а также избрано мероприятие в виде заключения под стражу до направления уголовного дела в суд. В советском округе Омска полицейские задержали грабителя магазина. Вечером 37-летний гражданин пришел в торговый павильон, чтобы купить курицу-гриль. Передав продавщице деньги в сумме 5000 рублей одной купюры, продавщица стала отсчитывать ему сдачу в размере 4800 рублей. И в этот момент гражданин выдернул у нее из рук данные денежные средства, которые предназначались для сдачи, а также свою 5000-ю купюру и убежал. Патруль по приметам задержал грабителя недалеко от места преступления. Продавец опознала подозреваемого. Как выяснилось, ранее мужчина уже был судим за мошенничество и грабежи. За эпизод с курицей, которую он даже не попробовал, а мечу грозит до четырех лет лишения свободы. Полицейские задержали в Омске серийных грабителей. Преступники заходили в магазины в масках и, угрожая продавцу пистолетом, забирали деньги, спиртное и ценные вещи. Иди сюда! Мужчина! Иди сюда! Неуклюжие воры по дороге теряли деньги и убегали из магазинов лишь с частью награбленного. За два месяца злоумышленники совершили в Октябрьском округе четыре разбойных нападения. Общий ущерб потерпевшие оценили в 36 тысяч рублей. Грабители задержали на съемной квартире. Ими оказались 27 и 28-летние жители Сургута и Ханты-Мансийска. Они приехали в Омск, чтобы заняться торговлей, а когда бизнес не пошел, нашли способ легкой наживы. Свою вину задержанные признали. Обоих гастролеров на два месяца заключили под стражу. Дожидаться суда они будут в СИЗО. По фактам разбойных нападений, совершенных на территории Октябрьского административного округа города Омска, были возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время соединены в одно производство. Санкция статьи 162-й части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. В Омске задержались наркотиками сотрудника 11-й колонии. Как установили следователи, в свободное от работы время инспектор службы безопасности приобретал и курил гашиш. В августе этого года ночью его задержали с поличным. В кармане у надзирателя оперативники обнаружили около 3 граммов гашиша, что согласно определению Уголовного кодекса является наркотическим веществом в значительном размере. Задержанный пояснил, что покупал дурман для собственного употребления. Инспектор, проработавший в колонии 7 лет, был сразу же уволен из органов. Сейчас дело передано в суд. Бывшему тюремщику грозит до 8 лет лишения свободы. Ленинский районный суд вынес приговор 19-летней амичке, которую поймали на контрабанде наркотиков. Молодую драгдилершу задержали на Омском железнодорожном вокзале в феврале этого года, когда она вернулась из очередного путешествия по городам Сибири. При досмотре среди личных вещей у подозреваемой оказались два свертка с наркотическим веществом. Сначала девушка делала вид, что не знает, как в сумку попали 4 килограмма синтетики, но во время допроса задержанная рассказала в деталях, как зарабатывала на жизнь. Забираете в Новосибирске наркотики, привозите в Омск, оставляете, потом забираете с Омска. Я отложу в Красноярск. Где в Красноярске живете на съемной квартире и делаете закладки. Все верно. В течение какого времени вы уже так работаете? В течение полугода. За такую работу ежемесячно Амичка получала по 100 тысяч рублей. Во время поезда к дилершу проживала в гостиницах или на съемных квартирах. Так в Красноярске при обыске ее временного жилья полицейские обнаружили в холодильнике еще 5 килограммов психотропных веществ. Суд в результате рассмотрения уголовного дела действие Миласенко квалифицировал как приготовление к незаконному сбыту наркотического средства в особо крупном размере. При этом суд посчитал тот объем наркотического средства, который был обнаружен в городе Красноярск, как добровольную выдачу наркотического средства, так как без показаний Миласенко указанная квартира бы сотрудниками полиции обнаружена не была. Суд в качестве смягчающего обстоятельства Миласенко признал активное способствование раскрытию расследования преступления молодой возраст, отсутствие отягчающих обстоятельств, ну и также совершение преступлений впервые. В связи с чем на основании уголовного законодательства назначил наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. В Полтавке местный житель лопатой зарубил кошку. Преступление сельчанин совершил на глазах у соседей. Около года назад люди приручили бездомное животное и регулярно подкармливали всеобщую любимицу Пушинку. Она сидела на скамеечке, эта кошечка. Он как держал на плече лопату и со всего разгона. Я говорю, ой, Лида, наверное, кошку убила. Алкаш. Выскочила. У нее голову разрубало. Кровь идет. Вот. Она дергается. Жители вызвали полицию и написали на живодера заявление. После предварительной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Согласно уголовному кодексу, душегубу грозит до 6 месяцев колонии. Гражданин объясняет, что это была кошка бездомная, что она его раздражала. То, что она находилась и просила там кушать. Эту кошку жители благоустройки они приручили. То есть они ее подкармливали. Они не были против то, что домашнее животное приручили. Но вот гражданин посчитал, что оно ему надоело. Ранее судимый сельчанин регулярно выпивает и не всегда отдает отчет своим поступкам. Местные жители опасаются своего соседа, так как тот постоянно ходит с ножом. Не исключено, что после следующей попойки его начнет раздражать кто-нибудь из людей. Злоумышленников, расстрелявших подростков в Советском парке, заключили под стражу. ЧП произошло вечером 5 сентября. Два брата 16 и 17 лет гуляли по аллее парка. В этот момент один из подозреваемых толкнул одного из подростков. Братья попытались выяснить, в чем была причина агрессии, но в ответ зачинщик конфликта открыл по ним стрельбу из пневматического пистолета. Второй подозреваемый начал наносить потерпевшим удары ножом, ранив одного из юношей в легкое. Вскоре нападавшие были задержаны. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью хулиганам грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые являются жителями республики Казахстан. Один из совершеннолетний, 17,5 лет, второго, 23 года. В Омске они обучались в вузах на первом курсе. Задержаны они были по месту жительства в общежитиях. В настоящее время потерпевшие оба выписаны в домашнее обучение амбулаторным. В Омске внедорожник въехал в придорожное кафе. Происшествие случилось около 10 вечера в центре города у кинотеатра Маяковский. 23-летний водитель на фольксвагене врезался между колонн строения. По предварительной информации водитель на высокой скорости не справился с управлением, снес дорожное ограждение и влетел в окно заведения. Он сказал бы, что его подрезали. Но если даже подрезали, то с какой скоростью надо лететь? То есть он вышел, не пострадавший, ничего? Нет, у него ни зарабли, ничего. Он сейчас сидит там, а показания дает. Он вообще за машину стоял, переживал, что с машиной. В результате дорожно-транспортного происшествия два посетителя, один сотрудник данного кафе, а также сам водитель автомобиля фольксваген обратились за медицинской помощью. Следователи разыскивают у меча подозреваемого в убийстве десантника. Тело 23-летнего погибшего обнаружили 22 мая этого года на проспекте Мира. Сначала медики посчитали, что парень погиб из-за хронического заболевания, но экспертиза показала, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы. Восстановить картину произошедшего помогли записи с камер видеонаблюдения. По версии следствия, неизвестный прохожий шел с девушкой и на улице нанес недавно вернувшемуся из армии десантнику несколько ударов по лицу. Вскоре потерпевший скончался. По данному факту, органы следствия возбудили уголовное дело и составили фоторобот подозреваемого. Если вам что-либо известно об этом человеке, просим сообщить любую информацию по телефону 28 38 09 или 39 55 06. В Полтавском районе чуть ли не каждый день на скамье подсудимых оказываются иностранцы. Так недавно пограничники задержали целую группу нелегальных мигрантов из Узбекистана. Кроме незаконного пересечения границы, гастарбайтерам менялась еще и подделка документов. Узбеки рассказали, что им пришлось заплатить тысячу долларов посреднику, который переводил их через казахско-российскую границу. Суд учел необходимо вынести наказание по статье о незаконном пересечении государственной границы с вынесением наказания лишения свободы. В итоге двух узбеков отправили в колонию поселения на три месяца. Кстати, суд проявил гуманность к иностранцам. За переход границы и подделку документов задержанным грозило до двух лет лишения свободы. Но суд учел положительные характеристики наличия детей, раскаяния и небольшую тяжесть преступления. Денег для своих семей осужденные в колонии не заработают, а после отсидки их отправят в Узбекистан. Чтобы у себя на родине, они рассказали соотечественникам, чем грозит незаконное пересечение российской границы. Пока же поток нелегалов в нашу страну только растет. Так, с начала этого года в Полтавском районном суде было рассмотрено 6 уголовных и 11 административных дел по незаконной миграции. Редактор субтитров А.Семкин